Добрый день, дорогие друзья, сегодня я хочу рассказать о пяти книгах, которые действительно мне очень дороги. Я хотела бы показать вам рукопись книги Семёна Полоцкого, которую он закончил в 1678 году в Москве, потому что именно она стала огромным событием для меня на третьем курсе университета ещё в конце 70-х годов, когда я решила посвятить жизнь исследованию и древнерусской литературы. Но архиводные библиотеки и музеи закрыты, поэтому я покажу вам две книги, которые я с друзьями смогла выпустить за всю свою жизнь. Вот в 1990 году в издательстве «Мостатская литература» я и Виктор Былинин выпустили по архивам, именно работая с этой книжкой, 1678 года «Вертоград многоцветный», вот эту книжку «Вирши» в Минске. И совсем недавно, в 15-м году, книжка «В переработанном визе», где акцент делался на ранние вирши Семёна Полоцкого, вышла уже в петербургском издательстве при содействии моего молодого соратника Даниила Маркова. И огромным событием для меня стала дружба с Риммой Фёдоровной Казаковой. Я любила её книги с детства, впервые увидела её в 12 лет на сцене «Дома офицеров», восхищалась её стихами. И я хотела сегодня показать вам её последнюю книжку, книгу, которая вышла в издательстве «Порок» благодаря Александру Петровичу Потёмкину. Ну, эта книга «Пора». Я возражала в своё время против её названия, потому что мне казалось, что какой-то мрачноватый оттенок. Но Римма Фёдоровна была очень весёлым, добрым и смелым человеком. Она мне сказала, да ты что, Лола, «Пора» – это значит, что мы всегда, нам всегда будет наша «Пора». Мы будем всегда в кстати, всегда будем к месту и ко времени. И я согласилась, написала к этой книжке предисловие, так же, как и её замечательной книжке «Ломка», вышедшей в 95-м году, выдвигавшейся на государственную премию, но, увы, её не получившей. И эта книжка мне очень дорогая тем, что здесь есть стихотворение, я хотела бы его прочитать, стихотворение «Любовь», посвящённое мне. И это связано не только с тем, что мы часто говорили на эти сложные темы этические, но и когда мы впервые познакомились в 1982 году, я привезла рукопись из перевода её Евгения Енищес из Минска, где училась в аспирантуре. Первый вопрос Римма Фёдоровна, незнакомой тогда для меня писательницы, был такой. Скажите, девушка, как вы считаете, есть на свете любовь, или мы, поэты, её придумываем для народа? И вот здесь, в этом стихотворении, продолжаются её размышления на эту тему. Любовь шагает по земле неброско, но пусть ни выправки, ни роста, и глаз невинно голубой. Любовь есть ринг почище бокса, страшней, чем рукопашный бой. Мы синяки свои залечим, мир, слава богу, переменчив, и руки больше не в крови. Всё безопасней, проще, легче, бесстрастен дух, свободны плечи, и есть покой, и нет любви. Перечитывайте стихи Риммы Казаковой. Очень советую книжки её продолжают выходить. Это действительно большой, настоящий и очень хороший поэт. А следующий наш герой – это французский коллекционер Рене Юлианович Гера. Так его прозвали его русские друзья-эмигранты. Он был в 10 лет, благодаря матушке-учительнице, познакомился на лазурном побережье с нашими эмигрантами первой волны и увлёкся русским языком. И с 10 лет он не только учил русский язык, но и вскоре стал собирать открытки, книги, рисунки, автографы. И сегодня у него самая большая в мире коллекция автографов, картин, книг. Более 40 тысяч книг с автографами, более 5000 картин. И вот в 1995 году я держу в руках этот каталог. В Третьяковской галерее состоялась замечательная выставка. Она так и называлась – «Они унесли с собой Россию». Россия – художники-эмигранты во Франции в 20-е и 70-е годы. И многие из художников дружили с Рене Юлиановичем, дарили ему свои работы. И сегодня уже многие наши аспиранты, специалисты по русскому зарубежью, учёные бывали в двух частных музеях в Ницце и в Париже в особняках Рене Юлиановича. Он любезно показывал им свою коллекцию. А это вот первый каталог. Ну, чуть позже, в 2012 году, я настолько сосредоточусь на творчестве и на деятельности Рене Юлиановича Гера, что напишу книжку, она есть в интернете, можно её посмотреть, «Серебряный век Рене Гера». Это один из его каталогов. И в то же время одна из десяти написанных им книг недавно выпустили. И вышла и новая книжка. Пожалуйста, посмотрите. Это действительно очень интересное явление в нашей культуре. Следующий наш герой – Лев Александрович Анинский. Тоже замечательный человек, дружбу с которым подарила мне жизнь. У меня в руках одна из последних его книг, да, Лев Анинский «Барды». Он действительно настолько увлекался бардовской песней, что одним из первых записал и Булата Шалчаку Джаву, и редчайшие записи, да, Висбора были в его коллекции. И вот уже в новое время, когда барды стали общепризнанным явлением нашей культуры, он выпустил эту книжку. А мы дружили с ним тоже с начала 80-х годов. С того времени, когда он бывал в журнале «Детская литература», где я работала в отделе искусства, а он публиковал замечательные статьи о Георгии Николаевиче Юдине, об его иллюстрациях к Лескову. Почему? Потому что Лесков был тоже один из любимых героев Льва Александровича. И я очень люблю его книгу «Лев Толстой и кинематограф. Работа. Охота на льва». Любая из его 30 книг – это всегда каскад афоризмов, оригинальных парадоксальных мыслей. Это очень интересно и талантливо. Поэтому, дорогие друзья, я советую вам не только эту книгу барды, но любую из книг Льва Анинского. И уверена, что это интеллектуальное чтение обогатит вас, порадует и, безусловно, удивит. И ещё один у нас, получается, уже пятый герой – это Михаил Михайлович Шемякин. Вот у меня в руках чудесная книга, подаренная мне Алексеем Леонидовичем Захаренковым, директором издательства «Вита Нова». А Вита Нова очень дружит с Шемякиным. И я советую вам почитать не только эту книгу «Шемякин и Петербург», хотя я очень люблю Петербург. Там познакомились мои родители, и меня бы, наверное, не было на свете, если бы не Петербург, и там я защищала в 1997 году докторскую диссертацию по истории Семёна Полоцкого, о его судьбе, о его взглядах, мировоззрении в Петербургском университете, на историческом факультете. И у меня очень много любимых друзей из Петербурга. И вот Михаил Михайлович Шемякин, он из их числа. Ещё в конце 90-х, в начале 2000-х годов я даже выпускала альманах «Мир Шемякина». Вышло три номера. Я бывала у него и в чудесном местечке Клаверак, где был его замок, где были выставки скульптур, и в его уже французском замке, где он с чудесной своей супругой-помощницей Сарой Декей сейчас живёт. Это два часа от Парижа. Но я бы вам ещё посоветовала почитать чудесную книжку Михаила Михайловича Шемякина «Две судьбы». Она посвящена его дружбе с Высоцким и тоже выпущена издательством «Вита Нова». Причём он так тщательно работал над этой книгой, что когда мы с супругой Сарой Декей ходили по залам этого небольшого замка, где сейчас живёт Михаил Шемякин со своей женой, то я увидела вот такую не стопку, а такую гору, можно сказать, даже такую просто, наверное, метр, может быть, бумаг сложенных аккуратно друг на друге, довольно высокую стопку такую, наверное, половину человеческого роста. Говорю, что это такое? А Сара смеялась, сказала, а это черновики Михаила Михайловича к книге «Две судьбы». Разные варианты. То есть вот как работает над словом замечательный художник. Поэтому я тоже радуюсь каждой публикации Михаила Михайловича, которую он делает в разных сборниках, сейчас в издательстве АСТ, по предложению нашего блистательного редактора, замечательной Елены Данииловны Шубиной. Её книги – это всегда на них такое ощущение, что стоит знак качества. И я думаю, что эти пять героев, героев моей жизни, повторю ещё раз, Семён Полоцкий, основоположник восточнославянской поэзии, книжки я вам показывала, и Римма Фёдоровна Казакова, замечательный поэт, и долгие годы возглавлявшая наш Союз писателей Москвы, и чудесный, ушедший от нас в ноябре прошлого года Лев Александрович Анинский, и, конечно же, Рене Гера, такой боец за культуру русского зарубежья, и очень интересный литературовед, автор сблистательных книг, и художник, большой мастер и скульптуры, и живописи, и книжной графики. Михаил Михайлович Шемякин – это пять ярчайших личностей, которые могут украсить нашу жизнь в самое сложное время самоизоляции. Я советую вернуться, обратиться к их книгам, к их публикациям, и думаю, что вам действительно будет это интересно, и они помогут вам найти и для себя какие-то важные, открыть для себя какие-то важные вещи в нашем мире, окружающем нас, или вспомнить достойные моменты прошлого. Потому что вот тот же Семён Полоцкий, он, приехав в Москву в 1664 году, в очень сложных условиях сумел за полгода стать учителем детей царя Алексея Михайловича, стать ему человеком близким, и очень много помогать ему и влиять на внешнюю и внутреннюю политику России, как я думаю. Итак, на этом сегодня мы. Ещё хотела вам прочесть одно из стихотворений Риммы Фёдоровны на прощание, чтобы мы с вами расстались вот в такой поэтической волне, потому что сейчас весна, и я думаю, что всем нам очень дорого и поэзия, и творчество Риммы Фёдоровны. Итак, стихотворение к биографии поколения. Оно отвечает на тот вопрос, о котором мы сейчас спорим, о месте шестидесятников в культуре нашего времени. Кто были мы шестидесятники? Евгений Александрович Евтушенко, из него эпиграф. Мы начинали в 60-х, не замечали мнений предвзятых, дух не смущали страхом. Обжечься день диктовал, не мудрствуй лукаво, будь то прямая или лекала, главное, правда, слово и жеста. Было ещё товаров не густо, было в карманах грустно и пусто, а в головах раздолье и дерзость. За пестротой уколов досадненьких не сознавали мы, шестидесятники, кто мы, стремясь, сражаясь, надеясь. О, повторить бы сказку счастливую, не меркантильную, не суетливую, о, возвратить бы ветер побед. Там мы в обнимку с истиной были, там нас захлёб, всецело любили, на переломе жизни и лет. Там осенило меня, что поэзия не стихоплётство, да и не профессия, вроде вылепливания горшков. Молния вспыхнула и озарила, чем наше время нас одарило, стойко выпутываясь из оков. Чашу свою до капельки выпили, время из рук безвременья выбили. Высшего промысла юное войско. Вам ли о нас теперь разглагольствовать собственной долею, недовольствуясь и вымещая на нас недовольство? Не называли ещё нас по отчеству, ни к попрошайничеству, ни к челночничеству мы отношения не имели, ни перед кем колен не сгибали, мусор эпохи из душ выгребали и, как ни странно, что-то сумели. И ни за что с нас больше не спрашивайте, разных подлянок в душе не вынашивайте, прочее дело других поколений. Голос некрепкий, чистый и лирический, выполнил грозный долг, исторический, в самом немыслимом преодолении. Шестидесятники, шестидесятники, новой надежды первые всадники, нам наше дело было не в бремя. В ближнем бою меж светом и тенью вы отмываете грязные деньги, мы отмывали грязное время. Римма Казакова, стихотворение к биографии поколения из книги «Пора», которую я советую перечитывать вам, дорогие друзья, в это время, непростое время самоизоляции.